Я за двумя руками. Во-первых, я уже законно сложу себя полномочия депутата по округу. Я надеюсь, что система выборов останется та же, внутри партийными рейтингами. Потому что если кто-то не знает, то по старой, до реформы, было бы без двух депутатов, все были бы с ОПО-блока. Они не взяли только два округа, везде они победили. И даже и у меня, и у Крысенко, мы вместе шли на одном округе, мы вдвоем зашли. И у нас тоже победил ОПО-блок, женщина, которую мы ни разу в жизни не видели. Может он видел, я не видел. Вы все в большинстве голосов, Сергей? Ребят, я за то, чтобы были по той же системе опять выборы. Новый мэр, новые депутаты. Пусть горожане сами делают свой выбор. Какую политическую силу поддерживают? Кто туда зайдет? Вы вымазались. Кто? Я вымазался? Не, господа. Я у вас, я не спрашиваю. С ними все понятно, ну кроме Фети. Зачем вы в этом вымазались? Я вам так скажу. Мне до того момента, пока я не увидел листа с фамилиями, мы реально не верили, что проголосовал Танасов и Рымарь. Вот два депутата, в которых реально была какая-то вера, что у них есть какой-то реально стержень. Особенно в вас. Хорошо. Особенно в вас. И после того, как вы реально этим выбором приравняли себя к Енкину, к Солчису, к Копеке. Зачем? Надо было поступать по чести. Вы знали, что будет перевыбор. Поступили бы по чести, вышли бы из этой ситуации героем. А так вы со всем этим кодлом вместе в одной лодке. Хорошо. Сергей, пожалуйста. Ну что, не так? Нет, ребят, не так. Ну так. Вы в армии служили? Я вас всех бачу, но я со что им деться? Не, не, господа, можно я отвечу? Не, 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 мужчина, пожалуйста, дайте я отвечу. Если вы служили в армии и у вас есть опыт боевых действий каких-то, ну либо хотя бы учились долго чему-то, ну хорошо, вы должны были для себя усвоить три вещи. Есть тактика, есть стратегия, есть замысел. Переброска личного состава авиацией. Это тактически правильные ходы? Абсолютно правильные. Это очень быстро, мобильно и с точки зрения тактики очень грамотно. Но стратегическая ошибка, когда там за ушко и больше 60 человек погибает, это была стратегическая ошибка. Поэтому поверьте мне, двое суток собиралась информация с разных источников. Я не хочу сейчас оправдываться, но мы поступили правильно, по чести и по совести. Может кто-то не понимает всю полноту картины. Поверьте, я сейчас не хочу об этом говорить, мне нужен Александр Федорович здесь.